всем привет сегодня расскажу как я готовлю для своего каяка такие как бы не знаю как правильно называется на русском языке такие в общем вот видите синта то есть скажем так тросики на которых будут держаться всевозможные можно держать весла можно держать удочки закреплять эти тоненькие такие я буду делать вот такого стиля вот он один из готовых скажем так вот он видите вот такой растягивающийся на карабинчиках на маленьких это для того чтобы закреплять к примеру подсак можно закрепить нож можно закрепить щипцы которым вы там крючки вынимаете в общем все 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 на каяхе должно быть закреплено на случай если он перевернулся или вы перевернули или упала по случайности или волной перевернула все должно плавать где-то рядом соответственно делаю такие вот ленты скажем или как это правильно называется у нас называется пита паракажа на испанском ну вот эти вот ленточки такие делаю да как я и делаю вот вот этот шнур я купил в этом самом магазине продается он для машинок которые стригут газонник вот эта лента продается она есть полтора миллиметра толщиной я вот взял и полтора тоненькую такую и два миллиметра два с половиной есть выбирайте сами я взял немножко полтора миллиметра буду короткие делать маленькие и вот взял два миллиметра которые буду делать для весла и для удочек в основной своей массе сначала что делаем и брал примеру мне там 10 метров от чекрижели и взял я буду делать длиной такие к примеру по полтора метра четыре штуки 10 метров и две штуки сделаю по два метра это примеру весла там еще что-нибудь такое удерживать прищелкнуть значит первое шо разрубили на кусочки разрезали на кусочки по длине какие вам там надо вот пример у меня тут уже кусочки такие вот разрезали она так прямо складывается сама по себе второе что я делаю с этими кусочками вот смотрите первое что делаю после того как разрезал это вот эти концы на которых разрезал надо привести в порядок каком смысле в порядок берем нагреваем и там я пальцем а вы берете какие-нибудь железячку так как она не очень нагревается приплюскиваем сделаем такой бордюрчик как грибочек такой да для чего для того чтобы нитка потом вот сюда не сползала он засох и такой получается грибочек маленький такой вот это первое что делаем второе что делаем я использую такой как он там тоже называется такая трубка продается она в основном продается в электричество а вспомнил термоусадка вот термоусадка трубка термоусадки я взял 4 миллиметровую термоусадку которую порезал там на полтора два сантиметра такие трубки и их использую вот здесь на наконечниках как делаю вот эти наконечки есть много интересных способов и делать но мне понравился мой скажем так я беру у меня всегда есть остатки нитки рыболовной для рыбалки которая используется нить вот всегда бывает что там порвется кусок или что я его там сохраняю потом использую для так как она очень крепкая и при предназначена для того чтобы быть в воде вот я ее использую эти остатки этой нитки значит берем хорошо отступаем кончик такой хорошо отступаем и завязываем просто нитку сначала на вот этот кончик просто делаем связку обычный с хорошим таким хвостиком чтобы было удобно работать с остатком для лодок всяких можно применять надувнушек это все дело мало ли где можно перевернуться скажем так или чтоб не улетело и вот для чего этот кончик видите она тогда отсюда уже не уходит в другую сторону дальше загибаем делаем петлю какую вам там нравится я небольшие петли делаю так как сюда просто должен встать карабин а даже если там будет тоже чем-то привязано захлёстнуто это достаточно и начинаю вот так вот крепко обматывать этой нитью берем обматываем где-то ну как минимум пол сантиметра можно сантиметр намотать нити потом пропускаю эту катушечку среди ну чтобы нить вышла в средину и таким образом она уже как бы закрепиться вот в этом месте видите вот намотка идет нити и начинаю мотать в обратную сторону второй слой нити можно нить промазать клеем прямо первый слой и наматывать по клею но я так не делаю почему потому что супер клей выможет руки и потом руки клеятся значит я сначала делаю таким образом домотал и вот этот хвостик который у нас был вначале теперь хорошо хорошо завязываем все таким двойной на натянутой этой нитью вы его не перерывете него ни во что потому что это нить для ловлик скажем так карпа там все остальное то есть вы держите там 13 килограмм на разрыв попробуй перерыве эту нитку все я ее замотал в два раза два слоя обрезаю лишние вот такая намотка осталась перед этим я уже одел эти трубки потому что я уже одну сделала сторону теперь вот этот супер клей который быстро сохнет который применяет многие рыбуловые для всего на нитку немножко одну капельку и раздвинули то есть нитку прихватит клеем и она уже никуда не денется а уже не сможет размотаться никогда раз все нитка смазанная клеем теперь когда уже ниточка с клеем одеваем трубку термоусадки вот она пришла и сюда поверх вот красивый закрытие все я сделаю несколько таких потом покажу как ула укладывать термоусадки потому что некоторые берут начинает их там греть зажигалкой можно и так но тогда вы спалите таска шнур и я сейчас сделали заготовки потом все термоусадки сниму как я укладываю термоусадки а потом покажу как делаю вот эти завитушки и все будет красиво как фабрика так что продолжим следующий шаг это термоусадки вот эти сделать чтобы они красиво выглядели можно огнем делать но он как бы это в общем плохо будет я делаю это с помощью кипятка на одну секунду опускаю в кипяток и эти термоусадки обтягивает все так как мне надо смотрите раз и вот смотрите как выходит оттуда вот какой вид он у него таким образом это все делается очень быстро и заготовил потом раз на секунду туда и все сейчас будем показывать следующий шаг как делать этот самый как делать чтобы она была закручена и красиво так следующий шаг надо поделать вот такие завитушки на шнуре для этого нам надо пару трубок найти почему пару больно можно ой на можно одну как кому нравится я буду использовать несколько примеру одну потолще вот с такими завитушками одну вот такую я нашел любого диаметра это больше похоже на телефонный кабель значит чтобы не их различать я буду делать так те которые меня двухметровые я буду вот на этой заготовке делать а те которые покороче вот на этой таким образом когда берешь из общей массы сразу видно какую ты взял более толстую более тонкую или там короче длиннее то есть как кому нравится можете все одинаково размера делать это без разницы это уже как для удобства значит такие делаю вот и одну сделал сейчас вторую сделаю беру стяжки и хвостик зажимаю этим самым пластиковой стяжкой а потом начинаю наматывать по одной буду делать чтобы ну не попортить а можно и несколько сразу намотать просто надо сделать так чтобы не попортить потом вот эти кончики скажем так так что он и парочку сразу сделать меня две длинных сделай 2 за раз для этого зажимаем хвостик вот здесь где термическая трубках как я там термо усадка и начинаем наматывать плотненько-плотненько вот такими слоями все очень плотненько что получилось вот так и второй край тоже зажимом термо усадкой так что наматываю значит все вот таким макаром выглядит приготовленные для нагревания штучки теперь я буду нагревать их с помощью пистолета с горячим воздухом главное их не пережечь надо нагреть но не пожечь так что за этим надо конечно следить ну что будем нагревать так начнем нагревать главное не переборщить пистолетом вот этим строительным надо хорошо нагревать но не переборщить чтобы не спалить его а просто чтобы он даже будет такой как бы поменяет цвет будет более матовый цвет станет поэтому хорошо нагрет смотрите я лично вижу плоскогубцами трубку потому что трубка тоже хорошо нагревается чтобы руки не пожечь меры предосторожности обязательно нужно применять разогреваем хорошо и после того как чувствуем что уже начинает становиться матовый выключаем и даем остывать это уже потому что оно готовое вот сейчас уже оно готовое вот теперь надо дать остыть этому всему хозяйству хорошо чтобы оно застыло в таком вот положении значит уже все остыло вот я уже беру руками все холодное буду разрезать скрепки эти и снимать наши так сказать шнурки как там их назвать но я думаю найдутся которые мне подскажут как назвать на русском языке это дело значит это как бы такие предохранительные штучки для моих удочек которые я не хочу потерять на каяке смотрите как выходит как получается вот эта длина почти ничего не занимает а здесь два метра то есть потом растягиваешь получаешь два метра все собирается обратно вот сейчас посмотрим как вышла маленькая штука это которая полтора метра тоже разрезаем может кому пригодится не только для каяка может кому пригодится для лодки надувной мало ли куда там болтает тоже туда-сюда и можно что-нибудь попробовать можно что-нибудь потерять может что-то вывалиться за борт а это всегда поможет и не занимает много места потому что я попробовал там шнурками всякими соединять она немножко некрасиво по одной простой причине что эти шнурки и ноги путаются и все у каяки так что надо что нибудь более оригинальное а это мне показался вполне хороший вариант все снял обвязку смотрим смотрите как этот получился шнур красивенький аккуратный и теперь вот такие карабинчики на него маленькие и и вполне можно прицепить какую-нибудь подсаку можно прицепить там вот захват для рыбы которая за челюстью или там нож когда режете ножи посмотрите какая красота видите да еще получше будет вот это чем вот это ну они просто для разных целей но этот покрепче назад возвращается так что все я буду продолжать делать а вы давайте тоже тренируйтесь хороших рыбалок пока до следующих видео